От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Вот если вы привели такой пример, что, например, в Московской области 53 района, ну так, есть территориальное отделение, но эндемичными только два из них. Это благодаря тому же работе последовательной, которая была сделана властями. А вот, например, в Ярославской всё гораздо хуже. С 23 территорий, 18 как раз эндемичные. А вот что было сделано, чтобы такие выдающиеся результаты? Можно вот это... Ну, понимаете, давайте так. Мы должны понимать, что мы же... Это природа всё-таки. Природа, она тоже имеет свою цикличность, хотя Ярославская область и Московская область это практически одно и то же. Когда-то был это единый административный район. Поэтому только этим можно объяснить, что есть цикличность, во-первых. Вот, допустим, сейчас снова начинают говорить, что больше крыс стало у нас. И потому что мероприятия не проводятся. Потому что идёт определённая цикличность. Она, как правило, 10 лет... 10-8 лет. Вот такая. Вот мы наблюдаем, допустим... И с подцеплением климата, наверное. Да, и климат играет роль. Но есть определённая цикличность жизнедеятельности наших ближайших соседей. Вот. Это первое. Второе. Вот продолжая ваш разговор насчёт вакцинации. Вакцина – это самое правильное лекарство. Это лекарство. Но другое дело, что это лекарство даётся человеку тогда, когда он ещё не болеет. Она его профилактирует, она его защищает до того, как он... Будет его иммунитет. Да. Соприкоснётся с тем возбудителем, который может вызвать вот такое тяжёлое заболевание, которым является энцефалит. Поэтому и восприятие такое. Когда человек заболеет, он уже не будет спрашивать. Это лекарство может давать осложнение, он будет всё безропотно выполнять. Поэтому в данном случае вакцинация, вакцина, она проверена, она многие годы используется. И у отдельных людей, у кого есть изменения в иммунной системе, ну там всеми специально занимаются, но в подавляющих большинства. Напоминаю ещё раз, что вакцинация, которая была в прошлом веке, примерно послевоенный период, она дала нам всем 20 лет дополнительной жизни. Это вакцинация. В городской среде эти риски существуют? Парки? Есть риски. Вот, допустим, в московских парках тоже есть. Но Москва не попадает в неблагополучный регион с точки зрения заражённости клещей. Но это не значит, что если вы пойдёте гулять... Всё равно эти знания человек должен подразумевать и без веки защитить детей. Не нужно соблюдать эти меры, допустим, и в Измайловском парке, и в Бице, и... Потому что одно дело сквер, там две дорожки и несколько, а другое дело, собственно, первозданные, но благоустроенные лесные массивы, которыми являются... Ближе к природе. Да. Поэтому здесь тоже нужно быть... Игорь Ильич, давайте поговорим о пищевом поведении. Давайте. Вот мы сказали, что люди выезжают, шашлыки и так далее, и так далее. По статистике потребления основных белковых продуктов последние несколько лет мы видим существенное улучшение потребления. Ну, растёт потребление в том числе и свинины, это замечательно. Это означает шашлыки и свинины, тоже очень популярное потребление, и птицы растёт, у всех видов мяса. Мы уже потребляем так же, как и... Пять миллионов белого мяса. Да, это... Ну, а вообще потребление у нас выросло 84-84 килограмма на душу населения, когда лучше советское время, это было 72-74. Это очень хорошее потребление. Не является ли это как-то инвестиционно сопровождающим, чтобы получше люди стали зарабатывать, а не потребляют? Нужно ли задуматься об этом? Нужно ли говорить о какой-то равновесии? Как потреблять летний период, в командировке как нужно пищевое поведение менять, с изменением климата как? Вот я приехал в тропики, нужно ли мне в Сочи или в Краснодарском крае менять потребление больше жиров, меньше жиров, углеводы и так далее? Есть ли такие нюансы, которые нужно напомнить слушателю в период летний? Давайте согласен, что нужно всё напомнить, но главное, сейчас, мне кажется, вот о чём надо поговорить. Вот сейчас, что в этом году есть особенность. Сошлись три праздника. Инаугурация, 9 мая и Пасха. Да. И многие люди соблюдали пост, это самый строгий пост. У нас семь недель без одного дня, без одного дня, семь недель, сорок восемь дней было воздержание от животного белка. Я знаю, что вы как образец гражданской. Поэтому, и особенность этой вот сегодняшней ещё и то, что так называемые шашлыки. Если обычно, может быть, допустим, в прошлом году, по-моему, в середине апреля у нас была Пасха, и тогда, а сейчас все пошли на шашлыки, это особенность наша. Поехать за город и не съесть шашлык, это значит, зря поехали. Так же? Поэтому. Ну, для меня не так, но соглашусь. Нет, есть у молодёй такая тенденция. Поэтому, конечно, здесь нужно что? Ну, во-первых, сам выход из длительного воздержания ограничения себя в пище. Вот скажите, об этом очень важно, потому что очень многие... Ну, давайте коротко, поскольку это не совсем моя тема, как выходить из просто Пасхи. Ну, у нас три, что, допустим, смотрите, ну, нужно прийти в церковь, побыть на богослужении, потом будет крестный ход, три раза постучаться в дверь, и якобы на третий раз дверь откроется. Это имеется в виду, что Христос отворил вот тот камень, который закрывал, где он и вышел, да? И вот именно в ноль часов придёт время, что Христос воскрес, и разговеться надо будет. Разговеться, то есть, что нужно сделать? Потом будет литургия. Два-три часа. И где-то в три часа она закончится, если кто будет оставаться в этом. Поэтому нужно, конечно, первое, начинать с небольшого кусочка Пасхи. Ну, Пасха готовится из чего? Она готовится с высококачественной муки. Это чистый углевод. То есть, я съел кусочек, и у меня всё всосалось. Всё моментально попало, все углеводы попали в кровь. Даже без задержки. Там и желудку не надо работать, потому что это... Второе – яйцо. Это вот крашеное яйцо, да. Половиночку или... И третье уже, что нужно взять, вот в процессе разговения именно церковных, сакральных обычаев, это сама Пасха. Что такое Пасха? Это творог. Конечно, туда идёт самый жирный творог, и поэтому переедать не надо. Это вот как выходить, начинать выходить, то есть, сам процесс разговения, как его трактует церковь. А теперь как трактуют врачи? А теперь как врачи? Вот если я еду часто в командировку, у нас огромная страна, меняю климат, это означает, что вода меняет свой состав. Это означает, что микрофлора, даже хлеба, который я съедаю, в Челябинске другая, правильно? У нас что? У нас есть такая проблема, как диарея путешественников. Да, это известная вещь, да? Да, это известная вещь. Это когда у человека есть нарушение в нормальной работе желудочно-кишечного тракта, так обычно это не ощущается. И можно, допустим, качественную воду, которая гарантированная вода, что она... Состав немножко другой, и уже... Состав немного другой, и у человека начинается диарея. Это... Что нужно делать? То есть, брать с собой свою воду на первый день? Ну, во-первых, это достаточно редкое явление, и таким людям часто переезжать я бы не советовал. Ну, или взять с собой воду, наверное, на один день. Ну, смотря, если он на сутки едет, или там на месяц едет. Привычного для него. Да, вахтовый метод. Поехал зарабатывать деньги нефтяник. Это играет роль. Конечно же, играет роль пищевой состав. Пищевой состав. Да, поэтому вот даже вот применительно к сегодняшнему разговению, а если все сейчас поедут за город, и шашлык – это символ, ну, во-первых, шашлык, настоящий шашлык – это баранина. МРС – мелкий рогатый скот. Баранину мы с вами не едим. Мы все-таки белое мясо, но красное. Не едим. Красное мясо и то уже после 60 не рекомендуют есть. Даже онкогенные элементы замечаются в нем. А если говорить о настоящем шашлыке, ну, классическом, это там другой жир. Он более тяжелый с точки зрения усвоения организма человека. Если мы организуем в себе белковый шок, ну, вот я, допустим, завтра разговеюсь и поеду съем там шашлыкёв, много у меня может быть, ну, если хотите, низворение желудка. И я даже дойдет до того, что после вот этих майских праздников, даже те, кто не соблюдают пост, у врачей через неделю повышается у гастронтерологов посещаемость. Георгий Георгиевич, когда вот потребление мяса и белковой продукции в стране было низким, я помню вот совещание, и вы говорили, что это, в принципе, риски для того, чтобы молодые люди набирали вес, силу, росли, скелетная масса и так далее, и так далее. Сейчас мы с точки зрения той нормы уже хорошо едим и даже переедаем. Или это все-таки такие нормы, которые нельзя говорить о том, что... Нет, во-первых, в любом случае есть достаточное количество, в целом на популяцию нет. Лучше норму соблюдать. Вот это самое... То есть москвичам есть меньше мяса, а регионам больше мяса. Ну, допустим, вот я, как я уже сказал, 48 дней, в несколько дней было разрешено только растительное масло. И два дня было только мясо рыбы. Мой организм перестроился, мой метаболизм изменился. Он стал для меня... Я очистил организм в самом хорошем смысле этого слова. Я вот в моем возрасте уже надо меньше обращать внимание на красное мясо. Ну, красное мясо, это понятно. Это КРС, крупный рогатый. Баранина, свинина. Нет, баранина – это МРС. Мы его мало вообще едим. Совсем мало. Лучше перейти на белое мясо, свинина. Она более-менее лучше усваивается, потому что она ближе к нам. Но она относится к красному мясу, но свет белый. Но все равно она выделена, как свинина. Поэтому вот на это нужно обращать внимание. Что касается детей, они должны получать норму. Геннадий Григорьевич, вот такой... Для них принципиально... Они отстанут в развитии. Между религиями и наукой вопрос. Почему вот у нас у православных посты в основном в холодное и весеннее тоже не очень теплое время, а в мусульманских странах жесткий пост соблюдается, ведет начало жары, адаптации к жаре? Почему вот это разве физиология человека не одинаково? Нет, вот смотрите, я бы вот эту такую, так сказать, временную... У нас четыре многодневных поста. Два из них приходится только на лето. Вот будет в июле и в августе. В июле и в августе, да. Два поста у нас рождественские, который зимой. И вот сейчас мы в августе зашли на него и заканчиваем в мае. В марте зашли в конце 28-го, сейчас заканчиваем в мае. Но это уже более-менее теплый период года. А в июле и в августе есть у нас пост? Июля двухнедельный и в августе двухнедельный. И у нас еще есть однодневные посты. Кроме пяти сплошных седмиц, когда у нас в среду и в пятницу мы не должны кушать мясо. Так что у нас 200 дней мы должны обойтись без животного белка. Мы с вами. Если мы соблюдаем. Детей я выделяю. Дети не должны соблюдать. Поэтому из 365 дней, 200 дней, когда нам просто нельзя есть белковое животное. Мои коллеги из местной отрасли будут очень недовольны нашей передачей. Поэтому мы говорим, что в среднем. Мы просто говорим прописные истины, но концентрировано. Получается, я сейчас посчитал, что если в таком случае 165 дней в году, исходя из того, что сейчас мы едим больше 80 килограмм мяса в год, то получается, что в год те, кто постятся... Коллеги. Да, коллеги, кто постятся, то они должны есть по полкило мяса в сутки. Нет, 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 нет. По полкило вы можете и не есть. Смотрите, ну, во-первых, не забывайте, что мы продолжаем оставаться хищниками. У нас даже есть клыки. Если посмотреть на зубную формулу, зубную формулу, у нас есть клыки, мы хищники. Так что не переживайте, на наш век хватит мяса. А вот представьте, 80 килограмм животного белка, это средний человек сам себя съедает за год. Ну, свой вес, да. Да, ну, свой вес. Это мясо, это белок, жиры. Одного жижевого поросенок седает. Вот, поэтому, поэтому за это вы можете не переживать. Для чего у нас еще есть и растительный белок. Другое дело, что в растительном белке нет 10 незаменимых аминокислот, без которых мы обойтись не можем, поэтому нам приходится есть мясо. А так можно, если, допустим, сделать БАТ, где будут незаменимые аминокислоты в том количестве, в котором мне нужно, я могу... Это особые диеты, да. Я весь год есть растительный белок. Но это другая тема, это особые диеты, спортивные и так далее. Общее пищевое поведение летом нужно менять или нет? Или нужно ориентироваться на календарь, который вы сказали? Ну, во-первых, так. Мы выходим сейчас, мы должны выходить две недели как минимум. Второе. Ну, не все же постятся. Если я приехал в жаркий климат, есть... Не все же постятся. В летний период поведение обычного работы... Ну, во-первых, помните нашу традицию. Мы говорим так. Июль-август мы витаминизируемся. Хотя это неправильно. То есть это что означает? Больше ягод, овощи... В пищевой корзине появляются овощи, появляются фрукты, появляется всякая растительность, которую мы с удовольствием едим. И это правильно. Вот у меня такой каверный вопрос был подготовлен для вас. Вот мы витаминизируемся, ягоды и так далее. И обычно кулинарная практика говорит о том, что мы каким-то образом их консервируем в посоли, квасим на зимний период. Но сегодня есть возможности и логистические, и аграрный сектор достаточно развит в технологическом смысле, что мы ягоды можем получить в любое время. Следствие упаковки, хорошего хранения, холодильных машин, логистики более современного уровня. Вообще упаковка продуктов для того, чтобы межсезонье миновать. Как вы относитесь к этому? Во-первых, первое, слово витаминизируемся, оно немножко... В кавычки поставим. Оно неправильно, потому что организм не накапливает витамины. Поэтому принимать витамины, комплексные витамины, нужно круглый год. По тем прописям, которые есть. Особенно для больных людей, там отдельно врачи прописывают. Вы знаете, что... Производитель вам скажет. Не надо принимать, я вам чернику направлю в январе. Но она дорогая. Даже мы с вами, люди, ну, с достаточно средней обеспеченностью финансовой, не сможем обеспечить эту корзину, потому что ценовой ограничитель будет действовать. Ну, сегодня, но... У кого-то есть такая... Растет конкуренция. Хотя сегодня, действительно, мы должны сказать, что мы круглый год можем есть помидоры. Свежие. А нужно ли? А? Нужно ли? Не нужно. Нет, вот это самый важный вопрос. Нужно ли есть мне помидоры, которые выращены, ну, условно, в менее естественной среде, чем я сделаю консервацию, солю помидоры летом и съем их зимой? Ну, понимаете, когда я солю помидоры... Хорошо, я делаю томаты из помидоров. Томатную пасту я ем. Ну, правильно. Ну, что правильнее? Потому что это экономический вопрос, да? Понимаете... Томатную пасту будет дешевле. Вот я бы не шел по пути или-ли-ли. Нет, предложение должно быть. Должен быть баланс. Да. Но вы, друзья, с вами, вы мне скажете, пожалуйста, я должен покупать помидоры или там одну пасту? Пожалуйста. Ну, в любом случае приходит время, и организм нам подсказывает, вот что-то захотелось съесть помидоров даже зимой. Ну, поел и все. Если есть консерванты хорошие, которые используют более современные технологии... То есть способы консервирования. Очень часто, я извиняюсь, здесь терминологически есть очень чувствительная вещь. Когда мы говорим о консервировании продуктов, правильной упаковке продуктов, очень часто люди сопоставляют с словом консервант. Это вообще не о консервантах речь идет. Это раз. Просто о способе герметичного закрытия упаковки термобработки. Я вот такую, может быть, крамольную вещь скажу. Современные технологии переработки продуктов, гомогенизации их, да, они нашу природу, наш организм перестраивают. И если это так далеко пойдет, то в процессе эволюции мы утратим некоторые функции. Если мы съели кусок мяса с кровью, сколько нужно организму потратить, чтобы его переработать, и чтобы оно всосалось, или я сделаю пасту... Пасту, которая может сразу в кровь. Она как сразу в кровь пойдет, потому что организму даже не нужно переваривать. Уже ферментированные белки. Вы понимаете? Для филизированной белки. Безусловно. Ну, это для отдельных случаев, для ранений, для больных. Не, но мы в этом плане очень далеко зашли. Да. Насколько далеко? Мы не так далеко в общепотребительском смысле, потому что мы не туда, на самом деле, идем, если мы говорим глобальной Америки. Вот здесь должна очень хорошо поработать наука. Нельзя... Да, вот люди в космос полетели, ну, понятно, кто-то даже год там прожил. Тюбики взяли, да. Он живет в этих тюбиках, у него... Но тюбики могут содержать растительные волокна, витамины, да. Но это особые условия, и это единицы людей. А вот когда это идет системно, доступно, доступно не только в ценовом, но и в географическом смысле, да? Ну, в логистическом везде есть, да, это присутствует. Ведь мы с вами утрачиваем при этом особенность, допустим, климатическую. Если я живу в холодной климатической зоне, я должен съесть такой продукт, который меня будет греть изнутри. Да, больше дает энергии. Энергии, чем... А если меня там кормить макаронами с котлетами, то я там даже хорошо... Ну, это да, это учитывается. Не учитывается, у нас это сейчас... Стандартизуется, к сожалению. Мы едим так же, как в Норильске, в Ханты-Мансийске. Они так же... Мой подбог в том, для того, чтобы понять, в какую сторону перерабатывающая промышленность развивается, для того, чтобы быть полезной и населению, и для экспорта. Значит, перерабатывающая промышленность в долгу перед нами. Она должна внедрять самые современные технологии, опираясь на науку. И тогда мы будем и популяционно, и по генетическому признаку, и по профессиональному признаку... Чтобы пищевая и биологическая цены совпадали. Конечно. Вот что нужно делать. Это большая задача, которую решает главный национальный наш индикатив. 48 лет средней продолжительности предстоящей жизни. Это как раз качество... Чему 40 лет? 78. 78, да. Это главный индикатор качества жизни. Отражает собаку. Качество жизни. А питание в качестве жизни играет ведущую роль. Так что белковую продукцию ешьте. Есть надо обязательно. Геннадий Игоревич, очень интересно с вами говорить. Даже вот у вас вопросы есть у слушателей, я потом вам их передам, чтобы можно было на них ответить. Ну, всегда вот смотрю, что уже время-то заканчивается. Напомню, что на сегодня был в эфире Геннадий Григорьевич Онищенко, доктор медицинских наук, Академия Кран, заместитель президента Российской Академии образования, Мушек Мамиканян, председатель Победительского совета фонда премии, Столыпина Валерия Санфирова. Всего доброго. До свидания. Приятного аппетита. Спасибо. До свидания. Тезисы о продовольствии. Радиоканал Вести ФМ.